В жизни микрофон дойдет до тебя лишь однажды, так что будь готов петь. Дэвид Фостер Один из вас, тех, кто сидит здесь сегодня, станет самым знаменитым человеком в США, кумиром Америки. Поплодируйте себе! 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 конфетти. Зрители вскочат с мест, и на сцене воцарится новая звезда. Но главное в нашем шоу не конечная цель. Главное это путь, который нам предстоит. Мы отправляемся прямо сейчас. Мы сколесим страну вдоль и поперек. Держись крепче! Мы увидим восемь потрясающих городов. Тысячи людей придут на прослушивание, но в конце концов останется один. В новом сезоне Америка готова представить лучшее, что у нее есть. Канзас-Сити, вы готовы? Четыре за. У меня получилось. Боже, я обнимаю Полу Абдул. Это может изменить всю мою жизнь. По-моему, ты фантастическая. Я даже дышать не могу. Вы ошибаетесь. Ты едешь в Голливуд. Голливуд! Я сказала, отвали от меня. Добро пожаловать в Голливуд. Привет, Солт-Лейк-Сити! Я люблю Американ Айдол. Это шоу может изменить жизнь всей моей семьи. Мы едем в Голливуд! Добро пожаловать в Голливуд, детка! Добро пожаловать! Это восьмой сезон. У нас все готово к новому сезону. Ну а с чего мы начнем? Подсказка у меня за спиной. Самый грандиозный сезон шоу стартует в штате Аризона. Прямо сейчас. Я Райан Сикрест. Вы смотрите шоу Американ Айдол. Если я сделаю еще один шаг, я сорвусь в Большой каньон. Включайте пустыню! Место действия — Феникс, Аризона. Погода жаркая. Точнее, плюс 41. Добро пожаловать! Но даже дикая жара отходит на второй план, когда Американ Айдол устраивает прослушивание. Здесь настоящее пекло. Это не мешает нашим претендентам усиленно разминаться перед приездом судей. Пытаюсь охладиться. О, Феникс, ты горяч. О, да, ты реально горяч. Этот штат ближе к солнцу, да, чем все остальные? Я слышала, здесь много талантов. Отсюда родом Джордан Спаркс. Кто следующий кумир Америки? Ты? 10 тысяч человек подумали «Я». В этом сезоне отбирать участников нам поможет автор суперхитов. Город охватило настоящее безумие. Сегодня к работе приступает новая, четвертая судья. Господи. Ее зовут Кара Диогарди. У Кары отличная репутация. Она сочиняет хиты и имеет собственное мнение. Да. Прекрасное сочетание. Возможно, вы о ней не слышали, если вы не Джуэл, Пинк, Пусик Этос или Селин Дион. Со всеми ними она работала как автор песен и продюсер. И она отлично знает наше шоу. Кара сотрудничала со многими победителями конкурса. Ее песни входят в 45 хитовых альбомов. Из нее выйдет отличный судья, если она справится со стрессом. Тебе не хватает мастерства, дорогуша. Вы поете ничуть не лучше. Ты должна... Да или нет? Можно я скажу? Ты уже сказала. Привыкнешь. Господи, теперь я лезу под стол. Минутку. Ты пела правильно и чисто. Возражаю. Как можно возражать? Это факт. Девочки, ну чего вы говорите, а? Да что происходит? Дурдом, а не программа. Наших четверых судей ожидает тяжелый день. Претенденты рвутся в бой. И первый участник, человек большого таланта и необъятной прически, Туан Уэй. Моя мама наполовину вьетнамка, но я совсем не похож на вьетнамца. Разве это вьетнамский волос, а? Я исполню песни Майкла Джексона с элементами чечетки. Я ведь шоумен. А еще я решил добавить движения в стиле милитари. Это отличает меня от других и расширяет мою аудиторию. Я считаю, что я буду делать это, но я не думаю, что это и более маркетабль. Я считаю, что это более маркетабль. Привет, как дела? Как поживаете? Тебя-то мы и ждали. Как ваши дела? Чудненько. Как тебя зовут? Туан Уэй. Туан Уэй. Туан. К чему ты стремишься? Я хочу быть знаменитым, как Майкл Джексон и Бритни Спирс. Это мои кумиры. Что, одновременно? Что? Одновременно, как Джексон и Спирс? Да. Что будешь петь? Я исполню The Way You Make Me Feel. Ну, начинай. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе, Туан. Ну что ж, ну тебе интересно смотреть, а твоя прическа — это просто вынос мозга. Да, да. Спасибо. Спасибо, мистер Джексон. Я просто глазам не мог поверить. Это как сон какой-то. В общем, это, конечно, полное безумие. Полное безумие. Да или нет? Определенно нет. Ты знаешь, я никогда не видела ничего подобного. В плохом смысле. Я воздержусь. Разочарован? Да ничего. Ты разочарован? Да я дико разочарован. И ты удивлен? Ну, если честно, да, удивлен. Приятно было познакомиться. Спасибо. Я ужасно расстроен. Это прослушивание так много для меня значило. Я думал, я им понравился. Но казалось, они увлеклись. Я думал, что попаду в яблочко. Но казалось, им это не нужно. Я уже даже не знаю, кого они ищут. Но, видимо, не меня. Туан удаляется в освояси, а трон короля поп-музыки продолжает пустовать. Но, возможно, судьи найдут новую королеву рока в лице Эмили Хьюз. Моя мама была певицей, пока мне не исполнилось 10. Это была ее основная работа. Я много раз видела ее на сцене. Мне пришлось выбирать, быть певицей или хорошей матерью. И я даже не задумывалась. Выбор был очевиден. Вы же понимаете. Эмили пела с самого рождения. Она родилась певицей. Я плохо училась, у меня не было друзей. Я была плохой спортсменкой. У меня хорошо получалось только петь. Я решила, что этим и займусь. Сделала татушкой, чтобы мне никогда не пришлось киснуть в офисе. До. Ага. И после. Что произошло? Расскажи о себе. Ты солистка. Что у тебя за группа? Я пою в женской рок-группе. Ясно. И что ты нам исполнишь? Песню барракуда группы Харт. Давай. Песню баррак. Очень хорошо. Это трудная песня. Да, очень трудная. Тут нужно мастерство, и ты не такая, как все. Ты мне нравишься. Спасибо. Ты явно входишь в пятерку лучших. Думаю, на конкурсе тебя ждет успех. Да, ты отличаешься от других. У тебя серьезный подход. Группа злится, что ты здесь? Они не знают. Ух ты. Эмили, они будут недовольны. Для них это большая потеря. Большая, учитывая, что если меня возьмут, я не смогу поехать в европейское турне, а значит, они тоже не смогут. Это будет тяжелый разговор. Очень тяжелый. Но ты правда этого хочешь? Это все, что я умею. Я просто должна. Но получается, ты подводишь группу. Понимаете, я думаю, если у меня все получится, возможно, в будущем я соберу свою группу, как Крис Дотри. Да, как Крис Дотри. Я уверена, они все поймут. То есть они подождут, да? Ну, пару лет. Всего-то пару лет. Да, Эмили, так им, конечно, будет намного легче. Эмили, он тебя дразнит. Но я должна это сделать. Это мне нравится. Это же твоя жизнь, понимаешь? Ты талантлива. Спасибо. Давайте голосовать. Забудь про дружбу и верность. Да, верность. Саймон, что скажешь? Да. Рэнди. На сто миллионов процентов, да. Пола. Без тебя этот конкурс много потеряет. Четыре за. Добро пожаловать в Голливуд. Большое спасибо. Эмили, лучше сразу им позвони. Да, позвони им. Не сегодня. Может, завтра. Меня выбрали. Как ощущения? Мне кажется, все, во что я верила с самого детства, наконец сбылось. Сейчас Эмили счастлива. Но как разрешится ее дилемма? Узнаем, когда вновь увидимся с ней в Голливуде. Хорошая новость. Я вас бросаю. Она молодец. Каждый сам за себя. Далее в программе. Рокера накрывает волна эмоций. Я прошу только дать мне шанс, вот и все. А у другого участника сдают нервы. Мне плохо. Принесите ему стул. И, наконец, явление девицы в бикини. Привет. Но, правда, дамы не впечатлились. Она говорит, ты поешь не лучше. Я слышала. Америка Найдл. Мы возвращаемся на прослушивание в городе Феникс, Аризона. В такую жару трудно сохранять хладнокровие. Спросите Рэнди Мэддена. Мне 28. Я торговый представитель медиа-компании. Я рок-звезда из офиса, понимаете? Да, я представитель офисного планктона. Но я хочу, чтобы мой голос услышали миллионы людей. Я пою сердцем. Я никогда не учился вокалу. И я не играю в группе. Но я выгляжу как рокер. Люди часто мне говорят, тебе надо на Америка Найдл. И я, наконец, решил, а почему бы не попробовать? И я пришел сюда. На вид Рэнди новый Аксель Роуз. Но на деле он более хрупкий цветочек. Я хочу услышать от кого-то, что я крут. Вот и все. Это радикально изменит мою жизнь. Может быть, сейчас я засияю, как звезда. Или ослепительно вспыхну и тут же погасну, как комета, понимаете? Я готов выжить из этой возможности. Все. Абсолютно все. Ты работаешь в крупной компании? Да, я офисная рок-звезда. И ты вот так вот ходишь на работу? Нет, только по пятницам. Очень мило. Но у нас там нравы консервативные. Что будешь петь? Living on Prayer. Бон Джои. Ну, давай. Спасибо. По-моему, очень слабо. Слабо? Да, слабо. Я ждал от тебя большего. Я могу лучше. Послушай, Рэнди, ты поешь очень банально, ты понимаешь? Но у меня нет классического музыкального образования, я не пою в группе. Это видно, наверное, но я только прошу дать мне шанс. Это все. Рэнди, это называется распускать сопли, понял? Понимаешь, я не вижу в тебе звезду. И я не думаю, что ты станешь звездой. Я хочу, чтобы люди услышали меня и знали, что у меня в душе, на сердце. И я хочу... Рэнди, ты хочешь быть рок-звездой, но ты ее не будешь. Если ты набил татуировку и нацепил бандану, или как это называется, ты не станешь от этого рокером. Дело не только в этом. Настоящим артистам тебя делают кровь, пот и слезы, которые ты проливаешь вместе со своей группой. И когда у тебя уже есть своя группа и есть за плечами опыт... Думаешь, как родилась песня «Стрейт-ап»? Только с группой, только в турне ты сможешь отшлифовать свое вокальное мастерство. Все, довольны лекцией? Ответ «нет», это однозначно. Нет, он должен нас выслушать? Ты очень пессимистичен. Я скажу одну вещь. Слушайте, Кара, говори. Ты думаешь, это твой единственный шанс. Но чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе, надо упорно трудиться. «Стрейт-ап» написала не я. И мы не видим признаков этого труда. Вот что мы пытаемся сказать, понимаешь? Так, все высказались. Рэнди, да или нет? Нет. Кара? Вынуждена поддержать Рэнди, нет. Пола, да или нет? Без комментариев. Заткнись. Слушай, меня тронула твоя история. И я понимаю, как тебе тяжело. Да или нет? Знаешь, мне кажется, тебе действительно нужно поиграть в группе. Да или нет? Прости. То есть ответ? Слушай, что это значит? Не знаю. Сам решай. Ответ нет. Извини. Спасибо, что пришел. Саймон, у тебя тоже были тяжелые времена. Ты упал на самое дно, но ты нашел в себе силы подняться. Но я никого ни о чем не просил. Они тебя не пощадили. Они беспощадны. Я плакал всю дорогу, весь день. У меня больше слез вообще не осталось. О, боже. Но Рэнди все-таки выжил из себя пару слезинок. Господи, это полный провал. Я так надеялся, что у меня получится. Да ничего, я переживу. У меня уже бывали в жизни неудачи. Америка все равно обо мне узнает. Кто-нибудь услышит мою песню и скажет, да этот парень крут. Слушайте, я потею, как проклятый, ясно? Я в кожных штанах в Аризоне. Каких еще жертв вы от меня хотите? И вот, уверенной походкой Металюги, наш герой отправляется домой. Следующий участник уверен, что голос — это залог его успеха. Саймон, что скажешь? У тебя красивый голос, но тебе надо немного расслабиться. Джейби, у тебя прекрасный голос, правда. Спасибо. Ну что, голосуем, Саймон, да или нет? Я скажу да. Пола? Да. Кара? Да. Я тоже говорю да. Добро пожаловать в Голливуд. Молодец. Пока. Он едет в Голливуд. Вот его желтый пропуск. Как ощущения? Отлично, мне кажется, я сейчас расплачусь. Потому что для тебя это важно? Это может изменить всю мою жизнь. И жизнь моей семьи. У нас сейчас много трудностей. И это мой шанс помочь моим родным. Я еду в Голливуд. Радость Джея вливается в общую веселую атмосферу. Люди играют, знакомятся, отлично проводят время. Все, кроме Майкла Гера. Предстоящее прослушивание пугает его до чертиков. Мне так страшно. А что ты боишься? Судей. Я дико нервничаю. Я напуган до чертиков. Хватит дергаться, все хорошо. Следующий. Мне так плохо. Что будешь петь? Я исполню Starts with Goodbye by Carrie Underwood. Ну ладно. Ну хорошо. Давай. Слушай, Майкл, я ни слова не понял. Простите, я с таким же успехом можно было петь по-румэнски. Ни слова не разберешь. Извините. Ну правда. Странно, но я с тобой соглашусь. Я тоже ничего не поняла. Ни единого слова. Ни единого слова. Ты будто корчишься от боли. У него проблема. Можно я вернусь через пять минут? Майкл, тут и пять лет не помогут, честное слово. Ты, конечно, хороший парень. Да. А какую еще песню ты хотела спеть? Песню Кары Диогарди. Ну-ну. Мы должны это услышать. Я не хочу ее испортить. Да все будет хорошо. Ну ладно. Извините. Красота. Рэнди, дай я скажу. Мне совсем плохо. Майкл, не получается. Бедняжка. Может, закончим? Да. Спасибо, что пришел. Приятно было познакомиться. Он такой милый. Спасибо, что попытался. Большое спасибо. Ну вот и он. Я психанул. Что, не справился с волнением? Да. Это было нечто. Майкл был совершенно сломлен. Скоро мы узнаем, что с ним произошло дальше. А также... Далее в программе. Феникс уходит в отрыв. Мы познакомимся со Скоттом Макинтайром. Через музыку я хочу рассказать людям свою историю. Я надеюсь, что смогу кому-нибудь помочь. А также, какую песню уродует этот парень. Попробуйте угадать. Мы скоро продолжим. Американ Айдл. Мы продолжаем. Вы видели, как Майкл Герр уничтожил ни в чем не повинную песню Кэрри Андервуд? И слегка перенапрягся. Тебе воды дать? Хочешь что-нибудь? Принесите ему стул, а? Поставьте сюда. Но, услышав это надругательство над классикой, судьи могут сами упасть в обморок. Это песня Tears for Tears. Mad World. А вот она же... Спасибо. Цепляет. Мелодично. Ой, простите. У нас началась какая-то странная полоса. Я уже не понимаю, что творится. А тем временем Андреа Кэрриуэй по прозвищу Рентген надеется, что его уникальный саунд обеспечит ему билет в Голливуд. Надеюсь, я понравлюсь Рэнди, понравлюсь Поле и этой новой судье. Как там ее? Карле. Ее так зовут, да? Здорово, как жутука! Как дела, народ? Как поживаете? Чем можете? Чем вас порадовать? А че вы примокли-то, а? Вау! Все круто! Так, ты у нас... Рентген, я рентген. Ну, расскажи о себе рентген. Родился и вырос в Фениксе, мне 20, музыка это моя страсть. Я играю и пою с тех пор, как моя бабушка впервые закрутилась в Мариачи. Ясно. И что ты будешь петь? А я спою песню «Кактус Бэби». Тут столько кактусов, как раз в тему, кстати. Ну, начинай. А можно поставить? У тебя такое хорошее зрение, что ты отсюда видишь кактусы. Блин, мне так прят. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо, кактус или как-то у тебя. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Так, Кара. Я не знаю, что сказать. Пола. Высдержусь. Итак, нет. Что? Как это что? Да ладно! Андре, 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 давай не будем тратить твое и наше время еще. Серьезно. Ответ нет. Ну подождите, вы ничего, ну послушайте, а я готовился. Слушайте, Андре, 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 Андре. Андре, Андре. Андре, бери гитару, да. Эй, парень, бери гитару. Все, до свидания. Да, сэр. Прости. Судьи увидели рентгены насквозь, и карьера Андре резко забуксовала. А дальше на очереди у нас Ангел в плоти. Меня зовут Ариана Афсар, мне 16, и я из Сан-Диего, Калифорния. И я начала петь в 6 лет. Мы с семьей зашли в караоке и решили немного попить. И я поняла, что у меня получается здорово. Вы мама Ариана. Я читала, она основала очень интересную организацию. Она создала организацию «Старшие друзья», когда ее бабушка попала в дом престарелых. Ариана увидела, что многие там очень одинокие. Мы с друзьями раз в месяц приходим в дом престарелых и разыгрываем там представления. Бабушкам и дедушкам одиноко, а мы приносим им радость и как бы возвращаем им молодость. Я пою, и я знаю, что они меня не осудят, даже если я перепутаю слова или у меня сорвется голос. Она очень добрая. Да, она хорошая. Привет. Ты прелесть. Спасибо. Значит, ты школьница. А что это за программа «Старшие друзья»? Ну, это такая организация. Группа подростков каждый месяц приходит в дом престарелых и устраивает там представления. Мы общаемся с бабушками, дедушками, дружим с ними, и они благодарны нам за все, что мы делаем. То есть, если бы Пола приехала в Аризону одна, ты бы ей помогла, да? Конечно. Прикольно. Пола, у тебя есть подруга. Мы были бы не разлей вода, правда? Да. Что ты будешь петь? Put your records on. Отлично. Начинай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, хорошо. Ариана, у тебя хороший голос. Ты потрясающая. Тебе всего 16, и у тебя прекрасный голос. Эта песня тебе очень подходит. Молодец, что выбрала ее. Спасибо. Кара, мне понравилось, и ты хорошенькая, как картинка. Да, очень приятно слушать. И мне понравилось, как ты играешь голосом. Голосу. Рэнди, да или нет? Да. Кара? Да? Пола? Да. Саймон? Четыре за. Добро пожаловать в Голливуд. Поздравляем. Какая милая. Первый день заканчивается на радужной ноте. Ариана едет в Голливуд. Поздравляю. Спасибо. Как ощущения? Господи, я так взволнована. Я им понравилась. Я так счастлива. Золотой пропуск получили еще девять претендентов. Ты едешь в Голливуд? Добро пожаловать. Я так рада. Сегодня. Я еду в Голливуд. Мы выбрали парочку реальных талантов. А как дела у новой судьи? Я отлично провела время. Я еду на Американ Айдол. То есть еду в Голливуд, да? Как правильно-то? А можно еще раз? Будет ли второй день таким же захватывающим? Далее в программе. Момент, который все будут обсуждать. Привет, Саймон. Жажду тебя увидеть. Появится девушка в бикини, а наши судьи выпустят коготки и устроят шикарную склоку. Стойте, стойте. Американ Айдол. День второй. Мы в Фениксе, Аризона. Время 11.30 и прослушивание в самом разгаре. Я пришла на прослушивание в купальнике, потому что, во-первых, это сразу выделяет меня из толпы. Голосуйте за меня. А во-вторых, если у меня не получится, по крайней мере, хотя бы загорю. Я становлюсь темнее? По-моему, все отлично. На меня обращают внимание. Взгляни на мои руки. Да, на руки я как-то не посмотрел. Обожаю Райана. Я уже выбрала имена для наших детей. Когда меня возьмут в шоу, я тебя поцелую. Мне кажется, это запрещено правилами. Ну, вроде бы. Неужели? Но мысль об этом скрасит мое одиночество. Это точно. Ладно. Привет. О, привет. Как дела? Ты на все прослушивания вот так ходишь? Нет, только сюда. Да, ну, конечно. Вы особенные. Это очень умно. Да, гениально. Может, ты повернешься, мужчина полюбуется. Да-да, вот так. Саймон, хочешь еще что-нибудь увидеть? Я удовлетворен. Катрина, солнышко, что будешь петь? По-моему, прекрасно. Спасибо. Да, че, клево. Начнем голосование. Нет. Да. Самое трудное позади. Стойте, стойте. Я не позволю сказать ему «да». Пусть объяснится. Почему? А почему нет? Ты способная девушка. Спасибо. Я голосую «за». Нет, нет, нет. Ну, честное слово. Я говорю это не потому, что ты молодая и красивая, не думаешь, что эта старая карга ревнует. Нет, нет, нет. Дело не в этом, а вот в чем. Ты поешь слишком тускло. Катрина мне больше нравится. Я тоже выбираю Катрину. Хотите, я до конца допою? Не надо. Девочка, пойми. Хватит, хватит. Ты просто поешь по нотам, и все. Все. Великолепно. Все отлично. Девочка, у тебя не хватает мастерства. Ты красивая, но это сложная песня. Ну, вы пели ничуть не лучше, извините уж. Вот этого не надо было говорить. Послушай, стерва. Что она сказала? Слушай, это была ошибка. Тебе не надо ничего никому доказывать. Да нет, я хочу, чтобы она поняла. Она сказала, что ты поешь не лучше. Я слышала. Не опускайся до ее уровня. Я на стороне Катрины. Я тоже. Спасибо. Как твое имя и фамилия? Катрина Дорелл. Потому что мы тебя называем сиськи на ножках. Короче так. Добро пожаловать в Голливуд. Ура, ура, я так рада. В следующий раз приходи голая. Мы скажем это еще раз. Добро пожаловать в Голливуд. Да. Повернись. Знаете, я должна признать, у нее эффектный тыл. У тебя отличная фигура, это факт. Она вам понравилась? Ужасная девица. Кошмар. А где Райан? Я его поцелую. Я обещала его поцеловать. Где он? Где Райан? Не знаю, что я сказать. Мы просто стоим в бассейна. Да, и я тебя поцелую. Это... Американ Айдол, да? Ты получила желтый листочек и отправляешься в Голливуд. Молодец. Как думаешь, почему судьи тебя выбрали? Что их в тебе привлекло? Наверное, голос. И бикини. А ты хорошо плаваешь? Не очень. Я просто хотел посоветовать тебе нырнуть в бассейн. Ну да, здесь жарко. Поплаваю, а мы пока прервемся. Ладно. Вернемся очень скоро. Мне нравится этот сезон. Продолжение следует.